Привет, друзья, коллеги, хейтеры и присматривающиеся к проекту Лови Кэшбэк. Тема сегодняшнего нашего видео это юридическая прозрачность и чистота вообще этого проекта как такового. Итак, я нахожусь на сайте проекта. Как видите, речь идет о карте виза проекта Лови Кэшбэк совместно с Акбарсбанком. Сегодня мы все подробно рассмотрим, кто такой Акбарсбанк, откуда ноги растут, на каком основании, какое у них соглашение с Лови Кэшбэком, причем здесь вообще виза. Поехали. Ну для начала, значит, у нас с вами система сама настолько прозрачна, насколько она нам ее показывает в личном кабинете. Мы с вами видим всех, кто к нам присоединился по нашей реферальной ссылке. Реферальная ссылка идет от банка, да? От Акбарсбанка. Я сейчас не буду крутить, потому что люди меня не уполномачивали давать свои телефоны в сеть и так далее. Дальше мы видим историю покупок. История покупок полностью прозрачна, за исключением того, что вы не видите, кто совершил эти покупки. Потому что это, естественно, сведения конфиденциальные. Мы видим просто, что какие-то наши люди покупают какие-то продукты. Или какие-то... Все, продукты, продукты. Смотрите, мы любим продукты. Продукты, опять продукты. Фастфуд, авто, какие-то такие вещи. То есть, за транспорт кто-то что-то потратил. Связь, кафе, рестораны. То есть, мы видим все, что происходит. Видите, я кручу и все вижу, что это сегодня, сегодня произошло. Что мы здесь еще видим? Мы видим, сколько нам при этом платит банк. Это зависит от маркетинга. То есть, или это человек, которого вы непосредственно пригласили. Или это тот человек, которого пригласил тот, кого вы пригласили. Здесь до четырех поколений. Плюс бонус бесконечности, если вы уже достигли общего товарооборота миллион. Но сегодня не тема маркетинга наша. У нас сегодня другая тема. Дальше вы видите общую статистику по своей организации. То есть, сколько вам одобрено выплат. Сколько на авторизации еще пока. Сколько из них за достижение цели. То есть, Акбар сплатил за то, что человек не просто пришел и потратил пять тысяч. И сколько вам начислено с покупок конкретно. Насколько вы уже вывели. Какой товарооборот структуры. То есть, все здесь показано. Здесь же можно посмотреть условия маркетинга. И посмотреть общую статистику по своей сети. Если мы спустимся вниз, то мы увидим пользовательское соглашение с ООО Кэшбэк Форс. То есть, это та самая оферта, тот самый юридический договор, который мы с вами подписываем. Я его тут крутану быстренько. Может быть, вы не хотите логиниться, заходить по ссылкам, что-то смотреть, читать. Можете здесь просто ставить на паузу и читать, пожалуйста. Включаем маркетинг. Здесь все рассказано. Эту вкладочку закрою. Вторая вкладочка – это пользовательское соглашение с Акбарсбанком. Но прежде чем перейти на Акбарсбанк, давайте-ка я сначала покажу вам саму компанию, которая все это осуществляет. Связующим звеном является между Акбарсбанком и платежной системой виза. Это Кэшбэк Форс компания. Вот она. Вот это ее страничка. Мы видим, что как раз ее профиль – заниматься программами лояльности, привлекать и удерживать клиентов. Она занимается этим уже достаточно давно. Весь спектр маркетинговой поддержки. И вот продукты. Как видим, карта Лави Кэшбэк. Кэшбэк-сервис в формате White Label. И сервис GetCard. То есть приложение для того, чтобы хранить свои карточки здесь. Ну, это одни из проектов. А теперь, как таковые проекты с банками. Смотрите. Энергия без границ. Потом пошли банки. Акбарс, Уралсиб, Уральский банк реконструкции. Это все их партнеры. Ренессанс Кредит. Теперь Профсоюз, Газпром, Сельхоз, Россельхозбанк. ВБРР, Банк, Оптбанк, Зенитбанк, Мегафон. И давайте посмотрим всех. Итак, вот финансовые партнеры банковские. Не буду все озвучивать. Посмотрите сами. Поставьте опять же на паузу. Энергетический сектор. Алтай, Баш, Энергосбыт, Энергосбыт, Волга, Северная сбытовая компания. Ну, вот видите, достаточно широкий спектр. Газпром, Профсоюз плюс Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. То есть, вот с такими партнерами Кэшбэк Форс работает уже давно. Теперь давайте заглянем, что же за ООО такой Кэшбэк Форс. Сведения. Посмотрим. Видим, что юридическому лицу уже скоро будет 10 лет. В 2012 году, то есть почти 10 лет назад, они были образованы. Казань, да, Кэшбэк Форс. Видно, какой офис, телефон, сайт. Тот самый сайт, на который мы ссылались, да? Ну, на который мы только что были. Адрес. То есть, пожалуйста, все указано. Смотрим. Да, организация похожа на то, что она работает. Микропредприятие до 15 человек. Среднеспечная численность 10 человек. Упрощенная система налогообложения была 2 года назад. Нет, год с лишним. И основная деятельность – это разработка компьютерного программного обеспечения. Есть другие виды деятельности. Вот, все вы их можете посмотреть. То есть, все по IT, как положено. Уплаченные страховые взносы. Вот сколько? Тысяч рублей 42 тысячи. 346, соответственно, и 86. Налоги 74 тысячи. Это все за 2020 год. За 2021 год еще сведений нет. Потому что я видео снимаю в январе. Давайте теперь посмотрим на генерального партнера компании. Это банк Акбарс. Итак, вбиваем его тоже в Яндексе Баунт Карбар. Акбарс. И вот у нас выскакивают сведения. Какие хотите про этот банк. Достаточно известный. Первое. На банке.ру мы с вами находим служебный рейтинг банков. И видим, что в первой лиге Акбарс у нас на 17 месте. То есть, он входит в 20 лучших банков по рейтингу на банке.ру. И у нас есть еще один здесь рейтинг. Народный рейтинг банков. Это у нас был служебный рейтинг. Теперь давайте в народном рейтинге посмотрим, на каком месте Акбарс. Акбарс. Тоже высшая лига. Поехали. Акбарс здесь на 36 месте. То есть, входит в 40 лучших банков. Давайте смотреть дальше. В Википедии российской и русской сведения. Что мне здесь интересно. Я вижу, что 3 миллиона частных лиц. 67 тысяч корпоративных клиентов. Уставный капитал 48 миллиардов рублей. Величина собственного капитала 78 миллиардов рублей. Прогноз стабильный. И на странице Яндекса, смотрите, мне сразу открылся филиал в Москве. Потому что я записываю видео из Москвы. Так, теперь давайте на сам сайт Акбарс.ру заходим. Да, вот он, сайт банка. Нас с вами здесь интересует вот что. Смотрите, идем в реферальная программа. Смотрим. У него есть своя реферальная программа у банка. 450 рублей он дарит за выпуск дебетовой карты. За выпуск студенческой карты. И партнерская программа с Кэшбэк Форс. То есть, вот с этой компанией, которую мы только что смотрели. Сайт Кэшбэк Форс давайте нажмем. Мы с вами видим, что официальная страница банка отправляет на сайт ловикэшбэк.ру. И здесь у нас должно что-то сложиться. Потому что вот сайт ловикэшбэк, где мы только что были. Или вот он, ловикэшбэк.ру. Это с которого я начал весь сегодняшний рассказ. И здесь есть информация. Все правильные вещи, которые мы видим на сайте ловикэшбэк.ру. Вот в личном кабинете. В аккаунте. Нет, в продуктах. Я нажимаю на карту ловикэшбэк. Те же самые 400 баллов. И подробности в оферте банка. Теперь пора вернуться к оферте банка. Можно здесь ее нажать. А можно прокрутить просто вниз в личном кабинете. Пользовательское соглашение с Акбарс Банк. Видим, что это на самом деле мотивационная кампания «Проведи друга». Она называется так юридически. И она между ловикэшбэк и банком. Здесь на самом деле указаны больше систем лояльности в банка. И Акбарс Эволюшн. Акбарс Аурум. Генерейшн и так далее. Пополняемая платежная виртуальная карта ловикэшбэк с лимитом 60 тысяч рублей. Ну, наверное, за одну операцию. Потому что я где-то видел, что у нас лимит 200 тысяч рублей. Так. Акбарс Банк.ру упоминается. Страница официальная банка, где мы только что были, с которой мы только что пришли сюда. Ну, давайте я ее кликну просто, чтобы было понятно. Вот она. То есть мы крутим опять вниз и попадаем туда же. То есть все четко. Идем дальше. Все это можно ставить на паузу, читать. Либо просто зарегистрироваться и в личном кабинете все это также почитать. Вот здесь указано уже, видите, refakbarsbank.ru и reflavikashback.ru. Сервис партнера. То есть вот эту карту, которая называется лавикэшбэк, в данном случае можно заказать именно через личный кабинет, который предоставляется партнерам и расположен в сети по адресу лавикэшбэк.ру. То есть на сайте Акбарс Банк вы ее не закажете. Надо уходить на наше приложение. А уходить на наше приложение надо через реферальную ссылку партнера, который будет вашим куратором. И помогать вам тут отвечать на все вопросы, помимо техподдержки. Еще видим, что начало кампании 28 октября. И пишется, что для зачисления приза по целевым действиям по карте лавикэшбэк, участнику и другу никакой дополнительной информации указывать не требуется. Потому что все происходит внутри системы лавикэшбэк. И тогда уж вернусь в лавикэшбэк. Смотрите, мы уходим на начисление. Нажимаем выплаты. И видим, что здесь можно выплачивать на физическое лицо, на самозанятого и на ИП. Все в соответствии с законом. То есть на физическое не больше определенной суммы. На самозанятого не больше 2-4 миллионов. На ИП без ограничений. То есть вы вписываете реквизиты. И все этого достаточно для того, чтобы отправить деньги к себе на счет и уплатить соответствующие налоги. А, ну здесь я могу упомянуть о том, что у меня, видите, 426 участников. Текущая активность на 20 800 рублей в данном месяце. То есть в январе я уже купил при необходимых минимуме 10 000 рублей. Если я не выполню 10 000 рублей, мне не будут начислены все награды по реферальной системе. Собственно, больше ничего и не произойдет. За данный месяц конкретно. Так, и посмотрим, сколько у меня участников в первой линии. То есть смотрите, в первой линии всего лишь 22 человека. При том, что всего 426 человек. Вот в этом сила многоуровневой реферальной системы. То есть я привлек туда 22 человека, а всего уже 426 человек. Теперь 426 умножьте на минимум, который необходимо потратить каждому, чтобы получить реферальную ссылку. Это 5 000 рублей. И получите весьма приятную сумму. То есть из этих 426 еще не все включились. Это получается товарооборот 2 130 000 рублей. А у меня товарооборот всего лишь-то только 1 700 000. Понятно, что кто-то тратит 5 000 рублей, кто-то 50 000 рублей. Но кто-то еще и не включился. То есть все происходит постепенно. Итак, мы с вами привязали. У нас с вами все сошлось. Мы с вами привязали одно к другому. И у нас получился твердый, красивый бантиком узелок. Что мы видим? Мы видим, что есть продукт Банка Акбарс. Карта Виза. То есть виза здесь очень даже причем. Как таковая платежная американская система виза. Банк Акбарс и ООО Кэшбэк Форс. С которым сотрудничает, собственно говоря, Банк Акбарс. Вы видели сейчас все эти связки. И перекрестные ссылки на сайты друг друга. Кстати говоря, вот еще одна ссылка на статью от 31 марта о сотрудничестве с Лави Кэшбэк. И здесь даже упоминается основатель и генеральный директор проекта Лави Кэшбэк. Кэшбэк Форс Ислам Ахмедшин. Ага, есть и ИП Ислам Ахмедшин. Давайте тоже посмотрим. Действующие. Предоставление про финансовых услуг основной вид деятельности. И второй. Руководитель в двух организациях ООО Пенсионное решение и Ваше Пенсионное решение. Никаких ни судимости, ни задолженности, ничего нет. Но это нас и устранит. Что касается Ислама, то я с ним лично знаком. Вот, пожалуйста, полюбудь наша встреча. Одна из них. Постоянно на связи. И прекрасно понимаю, чем этот человек живет. И в каком он рабочем процессе. Ну ладно. Это уже так. Личное. Все, друзья. До свидания. С вами был Алексей Хохлатов. До очень хороших новых встреч. Ну или до старых встреч в том смысле, что смотрите те ролики, которые уже записаны. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok